В физкультурно-оздоровительном центре «Росинка» прошла 12-я спартакиада летних детских оздоровительных лагерей. Какая из 14 команд оказалась лучше, узнала наша съемочная группа. Более 400 участников и их болельщиков собрались в «Росинке», чтобы выявить сильнейших в эстафетном беге 4 по 100, шашках в перетягивании каната, а также в стритбаскете среди девушек и в мини-футболе у ребят. Готовились мы очень усиленно, проходили долго, у нас проходили Олимпийские игры, мы выбрали сильнейших и приехали сюда. Согласился, конечно, почти сразу, но готовился, но вот эти дни, наверное, недели две. За 12 лет в проведении спартакиада не раз уносились изменения. Так уже со следующего года список дисциплин спартакиада пополнится нормами ГТО. Прежде всего, нормы ГТО активно, конечно, будут внедряться, начиная с 2016 года, на территории Российской Федерации. Но, тем не менее, мы решили, как экспериментальным таким идти путем, не только будем проводить комплекс ГТО во время спартакиады, будем нормативы внедрять в детские лагеря и во время проведения смен. В этом году организаторы решили поощрить победителей. Следующая спартакиада пройдет в том лагере, чья команда победит. Так, в 2015 году соревнования будут принимать в лагере «Космонавт». Ведь именно там оказались самые активные и спортивные ребята. В число призеров вошли команды белых камней и звездочки. Екатерина Абрамова, Александр Петров, Республика.